Карибские пираты активизировались из-за кризиса в Венесуэле. Волна насилия, беззаконие накрывает и соседние островные государства. Местные рыбаки боятся выходить в море днем. Пираты отбирают не только улов, но и лодки. Ходят слухи даже о похищении людей. Что происходит сейчас в Венесуэле? Какие возможны сценарии развития событий? И что за таинственный самолет приземлился в Каракасе? В материале Наталья Райм. Приземление в Каракасе пассажирского самолета из России породило волну слухов. Способный принять на борт более 400 человек Boeing 777, порожняком прибыл прямым рейсом из Москвы. Одни полагают, что для возможной эвакуации президента Николаса Мадуро, другие для вывоза 20 тонн из хранилищ Государственного банка. Ни одна из теорий не основана на веских доказательствах. Но многие недоумевают, почему тогда Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайда провозгласившего себя главу государства выезд за границу. «Мы начали предварительное расследование. В качестве меры предосторожности на время следствия по делу гражданина Гуайда ему запрещено покидать страну, отчуждать собственность и недвижимое имущество. Его счета будут заморожены». Сам Гуайда призвал народ к уличным протестам, а мировые СМИ сообщают, что следующие несколько недель для Венесуэлы будут решающими. И предполагают четыре варианта развития. Первый – все останется как прежде. Второй – Николас Мадуро объявит досрочные выборы. Третий вариант развития – это долгие переговоры, а в итоге компромисс. Многие страны выразили поддержку Гуайда, в том числе и США. Кстати, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы, по сути, являющейся единственным источником дохода для страны. И это поменяло правила игры. Но ряд стран, в том числе и Россия, по-прежнему на стороне Мадуро. Что касается четвертого сценария, то это военные действия. Дональд Трамп заявил о возможном развертывании войск Венесуэли, если Мадуро не откажется от власти. А пока не исключены репрессии и преследования политических оппонентов. Я бы не стал недооценивать угрозу тюрьмы. Могу ответственно сказать, нет ничего нового под солнцем. Пока кризис в Венесуэле усугубляется, растет и волна насилия с беззаконием. Если на материке у обычных венесуэльцев есть хоть какая-то защита в лице полицейских, то в бассейне Карибского моря уже активизировались пираты. Они активно занимаются контрабандой и возят на островные государства наркотики и оружие. А в обмен на это везут назад подгузники, рис, растительное масло и другие товары первой необходимости, в которых в Венесуэле ощущается острейший дефицит. Наталья Раим, Информбюро.